Мы знаем, что вы очень любите пятницу за нашу рубрику «Пятничные котики». Ну, что может быть милее или, как это, нелепее? Они иногда очень нелепые, согласись. Да, но она поднимает настроение. Мы открыли рецепт идеального настроения с утра пораньше в пятницу. Это смотреть смешные видео с котиками. Поэтому прямо сейчас предлагаем этим вместе и заняться. Итак, первое видео. Я вообще поражаюсь. Знаешь, есть шутка, что котики – это вода. Вот мне кажется, здесь немножко есть что-то. Да, очень гибкая, талантливая. Загадочно, почему он выбрал вот именно так эти. Хотя, с другой стороны, наверное, по-другому и не получится. Ну, а как? Ну, конечно, там не перепрыгнуть. Так, хорошо. У нас же не один всегда в пятничных котиках, не один котик. Поэтому сейчас еще покажем вам видео. Приготовьтесь умиляться, улыбаться. Этот был рыженький. А теперь? А, вот. Это котик, который выбрал, что и он хочет сегодня поесть. И он такой намекает, как бы такой. Хозяин, ну, я решил вопрос по ужину. Вот здесь, посмотри, хозяин. Там еще купон можно вырезать, еще и со скидкой будет. Давай, вот номер телефона. Давай. Очень разумный котик. Уже можешь заказывать, пока они там приготовят, привезут. Блин, реально же проблема, да? Каждый раз. Что на ужин приготовить, что поесть там. Поэтому вот котики, видите, они помогают своим владельцам, своим хозяевам решить этот насущный вопрос. Еще некоторым образом он показывает, не хочу сухой корм, сам его ешь. Я хочу пиццу. Давай пиццу. Мне нужно пиццу. Итак, что еще? Есть же у нас еще котики? Давайте посмотрим еще. Еще один котик на подходе. У меня ломка уже. Так, ну этот мы смотрели. О, да, вот еще котик, которому достается от детей. Ну, потому что, когда дома маленькие дети и домашние животные, они... В целом как-то так сосуществуют. Всегда ладят, конечно. Это, по-твоему, ладят. Ну, а что? Он помыл котика. Но котики не любят, когда их так моют. Ты видела, как он спокойно отреагировал, этот котик? А мне кажется, он уже закален в боях с ребенком. Он, типа, уже... Я все это уже видел. О-о-о! Да, обожаю. Это котик дальнобойщика? Да, представляешь, бывают и такие... А еще, я знаю, что вот такие вот, как это, подвесные кроватки делают для котиков у каких-нибудь окон на первом этаже. И даже подписывают, что не стучите по окну, кот живой, он просто спит. Слушай, какие должны быть классные присоски, чтобы выдержать вес котика. Потому как у меня в моей практике что-то присоски обычно всегда скатываются. Тут прям зацементированы. Классно. Может, котик маленький. Представляешь, как классно быть котиком. Ты лежишь, тебя везут, ты открыл глаза, там какая-то красота, природа, горы, лес. Знаешь, что плохого в том, чтобы быть котиком? Нет, ничего. В том, что ты 100% проспишь новое утро на то, когда не сможешь посмотреть, и в соцсетях тоже лапки не позволят натыкать. Еще одно видео, друзья, в нашей рубрике, постоянной рубрике «Пятничные котики». Итак, смотрим. Сейчас будет видео. Сейчас, вы приготовьтесь. А-а-а. Он закапывает ребенка. Да, он говорит, типа, так, что-то, какой-то непонятный объект. Я не понимаю, что... И пахнет там странно. Вот, я думаю, что он дает знать о том, что пора поменять подгузник. Очевидно, такой, не-не-не, ребят, тут у вас что-то не так. Да, в общем, котики, они помощники. Видите, кто-то намекает и помогает разобраться с ужином, кто-то, какой-то котик помогает, напоминает о том, что пора поменять подгузник. В общем, котики, они спасут мир и спасут нашу хмурую пятницу, потому что сегодня погода какая-то не обещает быть солнечной. Поэтому давайте смотреть котиков, умиляться, и у нас будет изнутри свечение идти, мы будем светиться сами. Вот так. Вот так.